Девушки отдыхают 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 а то вот как заскучает с тобой. Слушай, моя куколка никогда тебе такого не говорила. 7 шиллингов. 5 сразу, а 2 в следующую зарплату. Идет? 5 шиллингов? Это немало. Приджит, иди сюда, моя красавица. Держи, пусть и тебе удачу принесет. Ой, да чего же хороша. Я буду держать зверька у себя, а расходы поделим пополам. Она такая умная. Она уже столько ему у меня научилась. КОНЕЦ После Йоркшира — Хэмптон. Новая морская катастрофа. Хэмптон взлетел на воздух. Косминец Хэмптон взорван в Средиземном море. Нища разведки приведена в действие. Генерал-губернатор Гибралтара получил необходимые инструкции касательно мер безопасности. И потом, у нас есть преимущество. Поле поиска ограничено. Гибралтар, в силу своей изолированности, является благоприятным местом для активности спецслужб. Но прямо напротив существует опасность. Международный остров, нашпигованный шпионами и авантюристами. За ним следят наши агенты. В тесном сотрудничестве с агентами 2-го отдела французской разведки. Мы уже потеряли двоих в этом весьма трудном деле. Алло? Да? Майор Роджерс, вас вызывает Танжер. Алло? Это один из лучших моих агентов. Я ждал его звонка. Я позволил себе переключить его сюда. Академию наук в Лондоне? Да, это я. Это профессор Галловой. Профессор Галловой? Да. Я звоню вам из Танжера. Я только что обнаружил здесь новую разновидность. Жука катакантус. Да. Очень редкое насекомое. Непременно, дорогой коллега. Изучу дополнительные детали и пришлю вам свой отчет. До свидания. Господа, могу вам сказать, что одно очко уже в нашу пользу. Господа, могу вам сказать, что одно очко уже вошло. Здравствуйте, господин Маори. Здравствуйте, Поль. Что вам сделать? Сегодня, Поль, ваши услуги мне не нужны. Простой маникюр. Маникюр? Мадемуазель Нелли. Прекрасная погода, неправда ли? Легкий морской бриз так освежает. Да, это очень приятно. Здравствуйте, господин Маори. Здравствуйте, мисс Нелли. Сделать вам руки? Для этого я и пришел. Здравствуйте, мадам. Здравствуйте, господин Марсон. Познакомьтесь, это моя подруга. Очень приятно, мадам. Мадлен? Да, мисси. Здравствуйте, мадам. Следуйте за мной. Вы меня подождете? Присаживайтесь, мадам. Вы шикарно выглядите. Свежий цвет лица, чистая совесть. Вы сегодня рано, господин Маори? Да, провожал друга в далекое путешествие. Ой, я обожаю путешествия, господин Маори. А вы? Смотря куда. Нелли. Вы у нас англичанка, помогите мне, пожалуйста. Дайте мне имя английского зоолога из восьми букв посередине L. Марконе? Продолжайте, детка, продолжайте свою работу. Английский зоолог. Галловой. Профессор Галловой. 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 Г, А, 2, Л, так? Да, 2, Л. Подходит. Спасибо, Мсе. Не за что. Он еще жив, этот профессор? О, нет, не думаю. Я представляю фирму Флорина. Могу я видеть господина Марсона? Пожалуйста, проходите. Я принес образцы, которые вы просили, господин Марсон. Пройдемте со мной. КОНЕЦ Империя зайдет в порт Гибралтара во вторник в 15 часов. У судна не будет никаких контактов с сушей. Вы поняли, господа? Эти таинственные покушения направлены против безопасности наших войск в Гидраре. Потому я требую от вас ежесекундной бдительности и четкого исполнения моих указаний. Ллойд, мсье, будьте добры, приказ секретной службы. Спасибо. Майор Никольс. Переписи следованы, господа. Ллойд, на пару слов. Ваш друг Джексон просто не сносен, пьет, играет, плюет на дисциплину. Не можете напомнить ему о чести мундира? Уверяю вас, мсье, я делаю все, что могу. Для друга можно сделать и больше. Давай, Гэбби, идем. А это история со здоровьем? Вы меня держите за старого дурака? Уверяю вас, мсье, я сплю в соседней Джексоном комнате. Он всю ночь стонал от безумной зубной боли. Да это скорее я стану безумным. Но вы же им гордитесь, мсье. Он ваш лучший командир батареи. Ничего за три года не изменилось. Роберт Джексон, как всегда, отличился. Мот. Здравствуй, папочка. Но я ждал тебя только через два дня с Батавией. Я все тебе расскажу. Это потрясающая история. Я приехала на машине через Испанию. Через Испанию? В такие времена? Да. Я проехала с севера на юг с пресс-картой от Нью Волд. Меня арестовали, лишили свободы и отпустили. В мою машину стреляли, мне подарили цветы, и вот я здесь. Ты находишь это смешным? Франк Ллойд. Здравствуйте, Мот. Я бы вас не узнал, вы так выросли. Да, девочка подросла. А наш друг Джексон все так же озорничает? О, нет-нет, озорничают сейчас его зубы. У него сейчас вот такой флюс. Ты словно нарочно меня изводишь. Успокойся. Я знаю мужчин, готовых много отдать за один день. Одну ночь. Знаю. Например, этот вежноамериканец, у которого колец больше, чем пальцев. Я знаю, он уже в зале. Твой плантатор арахиса. Одно могу тебе гарантировать. Не он сегодня тебя увезет. Что за ужасный ребенок. Это же импресарио. Ну да, импресарио. Уверяю тебя, он предлагает мне гастроли в Лондоне, Париже, Нью-Йорке. Короче, по всему свету. Ты же не уедешь. Ну, если ты сможешь меня удержать, милый Роберт. Что это тут у тебя? Я тебя поранила? Дай-ка посмотреть. Я обожаю арахис. Виски, пожалуйста. Да, сеньор. Виски, пожалуйста. КОНЕЦ КОНЕЦ О, ты здесь? Смотри. Будьте добры, сукин сын. А, Синьор, Кишот. Будьте добры, сукин сын. Будьте добры, сукин сын. Будьте добры, сукин сын. Проверить высоту. Высота 2600. С залпами по три. Отлично сработала поправка линии прицела. Здравствуйте, господа. Приказ генерала Уилкокса. Разрешите передать приказ лейтенанту Джексону? Прошу вас. Высота 2900. С залпами по два. Ты опять проигрался, мой мальчик? Нет, не опять, а как всегда. И кому ты задолжал? Тому, кто нанесет генералу, если я не заплачу через три дня. Жалко мне старика. Он хороший человек. Вот так. Послушай, Роберт, ты знаешь, до сих пор я тебя всегда выручал. Эй, Джинни. Нам не разрешено сходить на берег. О, Джинни. Джинни. Разрешено целовать другого. Ты что, это моя сестра. Кухарка у коменданта. Тогда, шеф-повар, бросайте своего коменданта и поехали с нами. Давайте. Давайте. Поехали. Аня! Аня, Аня! Аня! Аня. Аня. Здравствуйте, Анжелина. Я пришел к Мерседесу. Любезно, как всегда. В чем дело? Сеньор Джексон. Впусти его. А ну-ка, подъем. Мне так сладко спалось. Ты с рынка? Что тебя привело? Желание увидеть тебя? Неодолимое желание. Так что я не стал его одолевать, а сбежал со службы. И вот я здесь. Я принес тебе на дом обед. Черная икра, холодная курица, клубника со сливками, сухое шампанское. Правда я молодец. Устроим пикник прямо в постели. Добрый день. Добрый день. Это немыслимо. Ты обращаешься со мной как с мебелью. Я должен тебя одевать для свидания с другим мужчиной. Иногда мне кажется, что ты специально нарываешься. Не стоит срываться на моем халате. Он еще не на мне. Послушай, Роберт, когда я посвящаю тебе не все свое время, когда я не в полном твоем распоряжении, ты кричишь, сердишься, сомневаешься в моей, скажем так, привязанности. При этом не думаю, что я дорого тебе обхожусь. Это упрек? Нет. Это доказательство моей любви. Лучшее. Так что будь благоразумен, пойми меня. Не буду же я жертвовать ради тебя своей жизнью, друзьями, профессией. Что ты дашь мне взамен? Ничего. У тебя одни долги. И мундир, который, кстати, тебе идет. Зря ты его не надел. Спасибо. Кстати, о мундире. Боюсь, с мундиром я скоро расстанусь. Тип, которым я должен, начинает верещать. И если он доберется до генерала, ждать можно чего угодно. Не знаю, что меня может спасти. Разве что чудо. Видишь ли, малыш, драма в том, что ты живешь непосредством. Виски, игра и самое дорогое увлечение – Мерседес. Я ведь дорого стою, Роберт Малыш. Ты этого пока не знаешь. Очень дорого. Хотя мне бы так хотелось быть с тобой. Долго. Ты мне так нравишься. Ты права, Мерседес. Ты слишком дорогое удовольствие для какого-то офицеришки. А поскольку подачек от тебя мне не нужно, спасибо за урок. Роберт, не уходи. Я говорю глупости. Ты тоже. Мы с тобой такие глупые. Я люблю тебя. Вот и все. Роберт. Черт с ней со встречей. Давай обедать. Я такая голодная. Нет, правда. Я знаю способ. Мужчину, который тебе поможет. Который заплатит мои долги. А вот и чудо. Нет, послушай, мы будем счастливы. Он даст денег. Много денег. Редкая птица. Мессия или партнер. И он ничего не попросит взамен? Нет, я этого не сказала. Будешь снабжать его кое-какими сведениями. В звании любовника Мерседес? В звании английского офицера. Думаю, его заинтересует новый код Адмиралтейства. Код 17? Да, именно. Знаешь, ведь никто не узнает. Зато будет много денег. Много. Ты ведь сделаешь это, правда, Роберт? Сделаешь? Роберт. Роберт, подумай. Я буду ждать тебя здесь, после выступления. Ты делаешь успехи. Неплохо сыграно. Если действительно сыграно. Что думаешь? Думаю, ты зашла слишком далеко, и кода мы не получим. Ты так думаешь? Не переживай. Я его хорошо знаю, моего офицерика. Он вернется. В этом я не сомневаюсь. Он вернется, чтобы переспать с тобой. И только. Ты не должна никогда мешать дела и удовольствия. Никогда. Особенно в нашей профессии. А если станешь, тебе же хуже. Ты без сомнения окажешься перед расстрельной командой. Как и все подобные тебе. Вот и все. То есть ты не мешаешь делаю удовольствия. Но это не то же самое, моя королева. Ты предпочитаешь пощечины? Господин Ллойд, почему вы не танцуете? Такой прекрасный вечер. Даже не верится, что мы у старого вылкокса. Мэри. Да, чудесный вечер. Вечер бала в Гибралтаре. Шум моря. Запах жасмина. Приглушенная музыка. Под защитой пушек Ее Величество. Очень успокаивает. Очень романтично. Когда я была маленькой, я мечтала об этом. И о первом вальном платье. О настоящем. Как то, что сейчас на мне. Мечтала о первой прогулке с прекрасным кавалером. Как я сегодня. Да. Тропинка в темном саду. Но чем дальше мы идем, тем ярче свет. Он берет меня за руку. Говорит нежные слова. О теплоходе? О нет, Боб, вы невозможны. Это не я. Детские мечты. Они никогда не сбываются полностью. Декораций есть, не хватало только главного героя. Послушайте, милая Мот, вы можете представить, чтобы старый циник Боб говорил девушке нежные слова. Вы это так хорошо делали в моих мечтах. Я? Кавалер, это был я? Вы, Роберт. Каким видели вас мои детские глаза, и каким я вас все еще вижу. Ваш цинизм — это маска. Я знаю, какой вы. Вы в этом уверены, милая Мот? Или каким вы могли бы быть? Вы должны ее знать, это похотливую испанку. Нет? Это правда. А ведь Джексон — ваш друг. У него не должно быть от вас секретов. Вот вам правда. Как можем мы, бедные, честные женщины, тягаться с подобными особами? О, Роберт, закройте глаза. Загадайте желание. Слушаюсь. А почему? Падающая звезда. Посмотрите на Роберта. Он умирает от ревности. Ты прав. Заливай свою печаль. Она прелестна. Джексон? Один из ваших друзей говорил со мной о вас. Вы понимаете, о чем речь? Да, миссия. Чтобы до завтра это дело было урегулировано. Слушаюсь. Слушай, боюсь, лейтенант Джексон будет вынужден снять форму. Старик, похоже, не в настроении. У меня он тоже просил сегодня денег. И вы ему одолжили? Один слепец не может указать дорогу другому слепцу. И вы смеете? Вы не сердитесь на него за все плохое, что он вам сделал? Ему повезло, что у него такой друг. Я правда не могу на него сердиться. А я бы его пожурила. Но куда делся этот невыносимый мальчишка? Наверное, шутит с нами на свой манер. Алло. Хорошо, месье. Алло. Да, это я, генерал Вилкокс. Что? 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 Стойте, стойте. Дамы и господа, простите, что прерываю этот вечер. Случилось большое несчастье. Империя взлетела на воздух. СОС. Это империя. Тридцать семь, сорок пять. На два двадцать. СОС. Мы идем ко дну. Идем ко дну. Машины на три двести. Машины на три двести. Машины на три двести. Прошу, господа. Выпьем за здоровье майора Роджерса, нашего гостя из Лондона. Господа, за здоровье моих хозяев. Господа, прошу поставить бокалы перед собой и больше к ним не прикасаться. И оставаться на своих местах. Майор Роджерс из службы разведки. Он сейчас вам все объяснит. В Гибралтаре был совершен серьезный акт измены. Из сейфа этой самой комнаты был украден код 17. Один из самых важных кодов государственной безопасности. Преступником может быть только лицо из окружения генерал-губернатора. Из улик у нас только отпечатки пальцев. С ним его королевского величества, решением военного трибунала Гибралтара, лейтенант артиллерии Роберт Джексон признан виновным шпионажа в пользу иностранной державы и приговорен к разжалованию и к 20 годам тюрьмы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отлично сработано. Молодец. Всегда рад тебя видеть, Мерседес. Но только у тебя дома, а не здесь. Здесь никогда, ни под каким предлогом. Я запретил тебе это, не забывай. Но его приговорили к 20 годам тюрьмы. Тебе, конечно, все равно. Он для тебя просто еще один конченый человек. Почему конченый? Джексону всего 25 лет. 20 лет тюрьмы, получается 45. Прекрасный возраст. Выйдет на свободу в самом расцвете лет. Давай, ухмыляйся. Знаю я твою жестокость. Надо было выгнать тебя в первый же день знакомства. Но на этот раз ты не выкрутишься. Я хочу, чтобы ты его вытащил. Для великого Марсона это будет легко. Я хочу этого, слышишь, хочу. Похоже, его пощечина произвела на тебя впечатление. Твое счастье, что я не ревнив. Речь не о ревности, а о жалости. Только знакомо ли это чувство Марсону? А тебе? Тебе жалко бедных людей, взорванных в море? Ничуть. Тебя интересует только один. А его у тебя отняли. Вот так. Я нашел ему замену. Тоже офицер и тоже с финансовыми трудностями, как Джексон. И тоже молод. Не переживай. Из него ты тоже должна выводить кое-какие сведения. Нет. Хватит. Я отказываюсь. Хватит с меня твоих гнусных дел. Я больше ничего не буду делать. Будешь. И сделаешь все, что я потребую. И даже больше. Ты будешь подчиняться так же, как и другие женщины в моих руках. Не хуже этой куклы. Ты еще не знаешь Марсона, Мерседес. Чего он хочет и на что способен. Авантюрист? Конечно. Крупный авантюрист. Я с честью служил офицером под знаменами Австрии, Мексики и США. Я работал в алмазной шахте в Кимберли. Был искателем золота на Аляске. Содержал притон в Марселе. Был правой рукой военного министра Никарагуа. В 1925 году я подбил жулье в Бразилии восстать против правительства. В одиночку. В 1927 году я вернул трон королю Камбоджи. В одиночку. А завтра, возможно, я подниму мятеж в Аравии против Англии. В одиночку. Все будет в огне и крови. Я играю судьбами народов, как кошка играет с мышкой. Я готов бросить вызов любой державе. Любой. А сейчас сложилась комическая ситуация. На одной стороне. Высшее адмиралтейство Великобритании. Служба разведки военно-морского флота. Его британское величество и самая неприступная в мире крепость Гибралтар. На другой стороне. Парикмахер. Скромный парикмахер в своем скромном заведении. Перед которым трепещут целые империи. Я, Марсон, Эрик Марсон. Почему ты смеешься? Почему ты смеешься? Прости меня. Нет. Твоя сообщница, ладно. Но твоя любовница, больше никогда. Прости меня. Я неую. Не бегу. Ребята. КОНЕЦ КОНЕЦ Принять меры, предусмотренные на случай тревоги. Предупредить все посты, останавливать всех проезжающих, проверять их документы. Да-да, у мотоциклистов тоже. Но ни в коем случае не убивать Роберта Джексона. Не стрелять. Вы слышите? Это приказ. Доставить его живым. Роберт. Любимый. Это ты. Но как ты... ты сбежал? А ты как думала? Что почетный караул проводил меня до двери? Ты получила, что хотела? Я весь твой. Я свободен. Здесь, в Танжере, меня не могут арестовать. И у меня есть кое-какие планы. Я хочу, чтобы ты познакомила меня со своим шефом. Моим шефом? Ага. В моем случае это единственное решение. О, нет. Нет, Роберт, я не хочу тебя узнакомить, он чудовище. Почему? О, мой милый. Если бы ты знал, как я жалею, что втянуло тебя в этот ужас. Да, я понимаю. Ну что ж, я и не сомневался. Сначала комедия любви, потом комедия раскаяния. Сначала меня использовали, выжили, опустошили, теперь я больше не нужен, меня выбрасывают. Роберт. Ты верна себе, Мерседес. Обещаешь и не держишь слова. Сколько упреков. Но скоро тебе не в чем будет меня упрекнуть. Идем. Идем. Джонни? Джонни слишком как бармен. Джордж? Недостаточно мужественно. Был у меня когда-то друг, у нас была небольшая ссора, он ее не пережил. Он ее не пережил. Чарли мне нравится. Ну вот. Значит, Чарли. Господа, имею честь представить вам нашего нового сотрудника. Мистера Чарльза Брента. Мистер Брент. Вам и во мне известно мало. Но... о вас я знаю самое главное. Вы предали... Извините, что употребляю это вулькальное слово. Вы предали свою Родину. И ваша Родина не оценила такого вольнодумства. Раз уж она попыталась лишить вас свободы. Если же вы предадите меня, Марсона, на кону будет стоять не только ваша свобода. Отныне мне будет известно все, что вы говорите, пишете, делаете. На время испытательного срока я помещаю вас под особую защиту вашего партнера, господина Маори. Искренне вас предупреждаю. У господина Маори чуткий слух, зоркий глаз и твердая рука. Так было грустно без друзей. Замените мне беднягу Чарли. Чарли дубль два. Только без небольших ссор. Надеюсь. Заряжен. И что я должен буду делать? То же, что и когда были солдатом. Повиноваться. Ну, ну. И ты был командиром батареи. Ха-ха. Ты, наверное, не часто наносил вред своим мишеням. Смотри. Вот так. Теперь он чувствительный. Жалко было его убивать. Ах, у него нежное сердце. Да. Ему жалко убивать голубя. Как это трогательно. И вот таких людей нанимает Марсон. Что ж, у меня ощущение, что мне придется тобой серьезно заняться. У меня тоже такое ощущение. Огоньку. Извините, я такой неловкий. Ага. Синьора, большое спасибо. Аревидерчи. Аревидерчи, синьора. Здравствуйте. Спасибо, герд-директор. Кофе в кабинку семь. Ступайте в кабинку семь. Я сам займусь этой дамой. Этот шиньон над шеей – чудо изящества и чувственности. Сенсуалитет. Итак. Я пристроил твоего протеже. Довольно? Ты это уж точно. Ты получил человека надежного и полезного. И только поэтому ты просила меня им заняться. Какая бескорыстность. Твое сердце тут было ни при чем. Мое сердце. Как будто с тобой можно сохранить сердце. Кстати. У тебя новый браслет? От все того же платонического поклонника? Да. В знак уважения к танцовщице, а не как к женщине. Красивое украшение. Очень. Но как-то странно. Мужчина делает подарки стоимостью в 20 тысяч франков, и ничего не требует взамен. Совсем ничего. Очень странно. Это только подтверждает мою информацию. Ты укажешь мне его сегодня во время представления. Продолжение следует... 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 Из надежных источников стало известно, что этот платонический поклонник был подослан к нам французской разведкой. Теперь вам предстоит проследить за ним и не промахнуться. Обычно этим занимаюсь я. О, Маори, простите меня, но тут исключение. Но я не убийца. Да, но вы им станете, и только после этого я доверю вам более важное задание. Так? Именно так. Я больше доверяю человеку, которого разыскивает полиция. Вы понимаете, Чарли Дубль-2? Абсолютно. Где этот человек? Это мы сейчас узнаем. Абсолютно. 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 Это азбука Морзе. Здесь зашифровано его место. Вторая ложа слева от входа. Браво. У сцены в одиночестве. Это он, не так ли? Все ясно. Все. Продолжить вам стометровку к ролям. Вы задумались? Здесь я встретила Роберта на следующий день после приезда. Морзе. Надо его забыть. Не могу. А вы его уже забыли? Нет, вы же знаете. Для вас он был товарищем по играм, детским воспоминаниям. Очень дорогим воспоминаниям. А для меня он был гораздо больше. Моим лучшим другом. Я любил его как брата. Его больше нет. И тем не менее, жизнь продолжается. Я вижу небо, проплывающее облачко, море у ваших ног. Я вижу ваши глаза, Мод, вашу улыбку. Я так люблю вашу улыбку. Да, вот эту. Я готов все отдать, чтобы вы были счастливы. Вы такой замечательный, Франк. Мой старший брат. Да, ваш старший брат. Но при этом я уже давно хотел вам сказать. Тебя это веселит? Лучше бы ты следил, сколько он выпил. Он же пьян в стельку. Не гони так, старик. Не гони. Быстрее. О, обожаю скорость. Да вы оба психи. Но подумайте о жизни других. Признайся, что боишься. Ой, полиция. На этот раз штрафом не отделаемся. Если они нас поймают... Боже мой, я впервые в жизни мечтаю, чтобы меня арестовали. Придави еще. Быстрее. Ну все, мы оторвались. Ух, чуть не попались. Не переживай, старик. Со мной тебе нечего бояться. Мы бы от них оторвались. Стой. Портье. Номер с ванной. Но хороший номер. Он ехал со скоростью 150 км в час. Мы сигналили, но он не реагировал. Он гнал по серпантину со скоростью. Устроил аварию. Все перевернул. На завтрак я бы хотел два яйца с беконом, виски. И разбудите 8 часов. Ровно. Давайте, записывайте. Отстаньте от меня. Не трогайте. Ваше имя? Ваше имя. Чарльз Брент. Для друзей Чарли. Брент? Чарли Брент? Да. Я сам его допрошу. Следуйте за мной. Эй, партье, так и не забудьте. Ровно 8. Сюда. Ладно. Входите. Вот и я. Браво. Здравствуйте. Как вы? Хорошо, несмотря ни на что. Генерал, позвольте представить моего ценного помощника, капитана Дюмака из 2-го отдела французской разведки. Капитан, генерал. Господа, здравствуйте. Вы решительно меня недолюбливаете. К счастью, вы человек ловкий. Признаюсь, сегодня с рулем машины было потруднее, чем до этого с револьвером. Во всяком случае, приятно встретиться лицом к лицу со своим убийцей. Долго пришлось плыть? Всего лишь додоков. Жаль, только шляпу. Это был настоящий Стэдсон. Совсем новое. Тысячи извинений. Итак, лейтенант, мы вас слушаем. Господа, мне поручили задание. Да-да, с машиной. Но его арестовали, потому что не было денег на залог. Да, немедленно. Надо, чтобы его выпустили. До допроса. Да, до допроса. Конечно, мадам. Я записываю ваш заказ. Все, что нужно, будет сделано. Мое почтение, мадам. Сукин сын. Итак, господа, как видите, наша постановка удалась. Сегодня я являюсь активным членом вражеской организации, шеф которой Марсон. Все мои подозрения подтвердились. Он торговал оружием для Бен Саида, готовит революцию в Гидраре. С ним он поддерживает связь по подпольной рации. На 36-метровой волне. Поэтому очень важно, чтобы все рации вашей базы днем и ночью прослушивали этот диапазон. 36-метровой? Именно. Остается выяснить одно. Он не несет ответственность за диверсии в море. Я считаю, что нужно немедленно остановить все конвои на Гидрар. Пока я не выяснил, как осуществляются эти взрывы и кто их автор. Но мы не можем отдать Марсону все Средиземноморье. Тем более, через два часа корабль Кембридж выходит из Англии. Алло? Хорошо. Друзья лейтенанта внесли залог. Придется мне вас выпускать, чтобы не заставлять их долго ждать. Как подумал, что притащился в полицию из-за этого сопляка, отстань от меня. Легко сказать. Из-за своих сердечных дел ты ставишь всех нас в опасное положение. Если мы выберемся без особых потерь, надо будет поставить свечку. Вот беда. Был бы еще хоть достойным мужчиной. Вроде тебя, конечно. Ревнивец. Ревнивец? Тебе платили за твой блажь. Не надо напоминать мне плохие воспоминания. Итак, в чем дело? Я хотел бы вам кое-что сказать. Я слушаю. Я хотел бы, чтобы Мод знала. Я бы тоже этого хотел. Я очень мучился от того, что надо скрывать от нее правду. Но приказ есть приказ. Кроме этих людей никто не должен знать. Мод вас любит, Джексон. И вы тоже ее любите. Ведь так она верит в вашу невиновность. Пусть скорее кончатся ваши испытания, мой мальчик. Неужели ты правда думаешь, что он тебя любит? Неужели ты правда думаешь, что хоть что-то понимаешь в любви? Его мне пока не удалось раскусить. Но мне он кажется каким-то мутным, твой парень. Не изображай, от Эллы. Тебе не идет. Нравится тебе или нет, он меня любит. Даже обожает. Без ума от меня. А ты меня достал. Понял? Ладно, ладно. Увидим. Нет, нет, не беспокойтесь. Я знаю, где выход. Спасибо за ваши услуги. Я пришлю вам отзыв. Ты заставила себя ждать. Время тянулось так долго. Это отличная гостиница. Вам обоим тут надо погостить. Пошли, пошли. Тут отлично, очаровательно. 50 фунтов стерлингов залога. Иначе ты бы остался в тюрьме. Я считал, что стою больше. Анжелина, звонят. Вкусные колбаски, да? Сидел бы под замком, не смотри. Вот скотина. Звонок сломаешь. Мод? Вы меня не ждали? Извините за мой вид. Я... Можно мне войти? Прошу вас. Это женщина здесь? Какая женщина? Только не надо, Роберт. Думаете, что я боюсь? Что я не знаю? Так вы знаете? И все же пришли? Да. Вам, конечно, не понять. Я люблю вас, Роберт. Я пришла сказать вам, что не верю, что вы виновны. Скажите мне правду. Только вы сможете меня убедить. Я виновен. Вы лжете. Я чувствую, что тут какая-то тайна, ошибка. Не знаю почему. Мне необходимо знать. Никакой тайны. Никакой ошибки. Только приговор военного трибунала. Я предатель. Нет. Это невозможно. Вы все время меня обманывали. А когда я поверила в вашу любовь, это тоже был обман? Роберт, зачем вы это сделали? Ради кого? Ради этой женщины. Ради этой женщины. Да, малышка. Потому что он меня любит. Ведь так, Роберт? Душа моя. Теперь вам все ясно? Тогда уходите. Вы поняли? Это мой дом. Убирайтесь. Убирайтесь, Илья. Чего же ты ждешь? Беги за ней. Я тебя не держу. Беги за ней. Значит, все это время ты мне изменял? Жил с двумя? Одной меня тебе мало? Нужна была девственница? Так надо было объяснить, малыш. Я бы тоже не скучала, поверь. У меня от мужчин отбоя нет. Потому что в глубине души тебе на меня наплевать, да? Негодяй. Роберт, прости. Роберт, я так ревную. Когда я услышал эту малышку, увидела ее. Мне словно вонзили нож прямо в сердце. Между вами нет ничего общего. Ты меня не любишь. Откуда ты знаешь? Ты мне очень дорог. Ты единственный, Роберт, с кем я бы хотела жить изо дня в день. Давай уедем. Куда? Почему? Да куда угодно. Подальше от Марсона. Мне страшно, понимаешь? За тебя, за нас. Я же говорил, что он чудовище, псих. Он ведет ужасную жизнь. Он преступник. Марсон преступник? Не смеши меня. Делец. Немного шпиона торгуют с оружием. Да. Но все это не так страшно. Не страшно? А сотни убитых? Тысячи. Ты еще скажи, что это он взрывает английские корабли. А вот и да. Это он. Каким образом? Не знаю. Но клянусь, Роберт, я говорю правду. Бежим. Если он узнает, что я проговорилась, он убьет меня. Он нас убьет. А потом все узнает полиция и нас всех повесят. А я хочу жить с тобой. Жить. Но если Марсон такой страшный, как ты говоришь, он будет искать нас? Он нам отомстит? Нет, он нас отпустит. Я знаю. А иначе? А иначе? Прощальное выступление Мерседес Гарсия. Папа, надеюсь, ты меня одобришь? Я помолвлена с Франком. С Франком? Он добрый, верный, серьезный, надежный друг. Милый товарищ и отличный офицер. Где я найду лучшего мужа? Все это верно, что ты говоришь о Франке. Но если бы ты его любила... Ты выходишь замуж за Франка словно для гарантии и в благоразумие. Ты идешь замуж не за Франка, а чтобы отомстить Роберту. Потому что Роберта ты любила. Не говори мне о нем больше. Никогда. Для меня его больше нет. Я выйду замуж за другого. И чем скорее, тем лучше. В конце месяца, если ты согласен. В конце месяца, через две недели? Это невозможно. Почему? Невозможно и все. Отложи на несколько месяцев. Мот, милая моя. Предоставь эту отсрочку твоему старому нежному папе. Может, ты ему еще будешь за это благодарна. Сегодня вечером прощальное выступление Мерседес. Сегодня, господа, мы должны блистать на последнем вечере Мерседес. Пусть увезет с собой хорошее воспоминание о своих поклонниках. Она увезет с собой Чарли. Ей этого достаточно. А Чарли? Телеграмма. Судно Кембридж. 20 часов. Гибралтар. О, Чарли. Алло, алло. Внимание, внимание. Полиция Танжера. Полиция Танжера. Вызывает Роберт Джексон. На волне 36. Это лейтенант Роберт Джексон. Очень срочное сообщение. Остановитель немедленно по... Прервалась. Я ничего не понял. Взрывчатка в угле. Эвакуируйте корабль. Полиция Танжера. Сегодня в 11 вечера вся шайка соберется в клубе Батаклан. Оцепите Батаклан. Я сам буду руководить операцией. Наконец-то. Долго же ты парковал свою тачку. То я гонялся от полиции, то теперь наоборот. Она сегодня 4 раза гоняла меня с места на место. А я уступлю тебе свое место. Очень мило с твоей стороны. Их образ отпечатается в нас так же глубоко, как... Так же глубоко, как... Ну ладно, вы меня поняли. Я вас покидаю. Мне пора одеваться. Как уже? Есть еще минутка, Мерседес. Вы выступаете после антракта. Нет, сегодня я должна быть особенно хороша в прощальный вечер. Положение обязывает. Мерседес. Ты? Иди, Анжелина, я тебя подмяню. Я хотел попрощаться с тобой наедине. Я хотел бы... Чтобы ты носила его всегда. Надеюсь, хоть изредка он будет напоминать тебе обо мне. Умар, керкюфан. Алло. Соедините меня с батакланом. Батаклан. Господин Марсон, к телефону. Что-то срочное, господин Марсон. Возьмите трубку в коридоре. Алло. Да. Алло. Брэнд нас предал. Он отправил сообщение на Кембридж и в Гибралтар. Он предупредил полицию Танжера. Лейся. Ты расскажешь мне все, что рассказала ему. Перед тем, как я тебя задушу. Ты сошел с ума? Что на тебя нашло? Объясни. Как? Ты не знала? Не знала что? Что происходит? Говори. Скажи мне. Твой надежный и полезный человек. Это шпик. Мерседес. 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 Скорее на сцену. Иди на сцену. Скорее на сцену. Че знает. Не везет тебе, Маори. Опять потеряешь друга. Но перед смертью узнай хорошую новость. Твое сообщение до адреса-то не дошло. Каперни. Каперни. Каперней. КОНЕЦ Встерегите этого. Джексон, я пытался передать по рации, но не смог. Скорее предупредите Кембридж, взрывчатка в угле. Скорее передайте Капитану. Взрывчатка в угле. Взрывчатка в угле. Капитан, по рации сообщили, в угле взрывчатка. Стоп, машина. Очистить топки. Стойте, в угле взрывчатка. Остановитесь. РОБЕРТ РОБЕРТ Ты ранен? Значит, мы завтра никуда не уедем? Но уехать всё-таки надо. Мерседес, если бы ты знала. Да, я знаю. Я знаю. Ты всех обманул. Но я знаю. Ты не мог иначе. Но мы с тобой. Это была правда? Скажи, правда? Ах, да. Та девушка. Она такая милая. Она тоже тебя любит. Мы уедем с тобой вдвоём. Скажи. Вдвоём. Скажи. Да, Мерседес. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...